Дата на бетоне – 2010 год. Именно тогда началось строительство центроводных и гримных видов спорта. В 2014 году ударил кризис, и строительство свернули. Возобновить удалось только в июне этого года. В связи с тем, что объект был законсервирован, пришлось месяц все это восстановить, сделать экспертизу независимую от всех объектов. И вот практически на сегодня мы идем по финансированию строительства, идем по плану. Самая трудоемкая часть набережной здесь построит эллинг. Сюда переместили тонны земли. На этом месте будет судейская вышка и финиш. Старт в двух километрах выше по течению. Сроки возведения эллинга зависят от ряда причин. Где-то числа 20-го, тут плановый объем, дальше с лишним закроемся. Скажи, 20-го какого места? Декабря. Мы по-другому не можем. Несмотря на то, что проект разработали 8 лет назад, он по-прежнему актуален. Его создавали на основе самых удачных баз. В Ростове, Подмосковье и Краснодаре. Это позволит снизить риск травматизма у спортсменов. То есть она и продумана, и самое главное, что она устраивает в федерации. Есть нарекания у федерации по другим базам по России, но так как это будет современнее, соответственно, мы все детские болезни, которые там были, здесь уберем уже отсюда. Основную часть работ проведут в этом и следующем году, на первом этапе строительства. Общая сумма финансирования на два года – почти миллиард рублей. До конца года необходимо освоить 400 миллионов. Чтобы успеть в срок, работать будут даже зимой. В декабре полностью сделают фасады и будут проводить отделочные работы. В первый этап не вошел единственный крупный объект – бассейн. Ну, второй его надо включать. Стоимость его 90 миллионов. А где он здесь будет? Здесь он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он удачно сделан. Из госинца туда переходит в ПОК. Другой крупный объект в Камазякском районе – мост через реку Табалау – уже завершен. Переправе 54 года. Ее не ремонтировали с 82-го. Подрядчик начал работы в мае. К концу октября объекты обещал сдать. Слово сдержал. Мы свои работы завершили досрочно, как я вам и обещал полностью. Значит, на данном объекте было полностью ремонтированное пролетное строение и опора моста. И опорные. Вот, окрашены. Значит, заменена полностью проезжая часть. Ну, вот гидроизоляция современная выполнена на данном мосту. Заменены тротуарные зоны. В этом году в Астраханской области работы ведут на семи мостах. На трех в рамках региональной программы, на четырех в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По программе БКД ведут и работы на треске трассы Астрахань-Тузуклей. Подрядчик начал работу две недели назад, 15 октября. Сняли старый асфальт и уложили новые на двух с половиной километрах дороги. Из 14. Кладут в два слоя. По проекту работы обязаны закончить в следующем году. Однако подрядчик идет с опережением. Ориентировочно 20 декабря. А погода, как вы думаете, не выберет снега? Ну, будем надеяться, что погодные условия нам позволят выполнить эту работу. Всего же до конца года в регионе в рамках проекта отремонтируют 90 километров дорог. На конца года планируют закончить ремонт в Астрахани. На улицах Яблочково, Вагнера, Огарева. Наталья Фомина, Вячеслав Ярымовский, Центр новостей.